Продолжение следует... 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 научно-общем, что и как показано, из-за чего он собственно состоялся в каждой дисциплине. И эти дисциплины на выходе должны дать обучаемому следующую профессиональную эффективность, способность выработки на эффективность технологии получения и выделения очистки парных субстанций и способность получения современных научных знаний в области инфекционно-фертических технологий и использования этих знаний для создания в лекарственных средств нового механизма. Выпускник должен быть способен работать с исследовательским кривитивием, уметь анализировать информацию, гоменировать новые идеи, работать творческие, проектировать и осуществлять комплексные исследования, использовать современные инфекционные технологии. Общепрофессиональные компетенции, которые должны дать этот модуль, способность использовать элементарные научные знания в области своей профессиональной деятельности биофармацевтики, способность применять методы планирования инфекционно-экспрометальных исследований биофармацевтики и способность применять системы обеспечения и контроля качества биофармацевтической продукции. Вообще говоря, модуль это такие основополагающие вещи, которые должны быть очень востребованы, которые могут быть использованы как отдельный образовательный и могут быть использованы различным программам образования или как отдельные дополнительные программы обеспечения. Ну и две дополнительные профессиональные компетенции, способность осуществлять разработку технологии получения биофармацевтических субстанций и способность применять участие в организации биофармацевтических производств в соответствии с компетентами, держащих в практике производства. Собственно, на этом все. Если у кого есть какие-то вопросы, комментарии и подмечания, то я готов услышать, попробовать ответить. Пока, если нет, давайте мы идем дальше. Спасибо. 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 Да, еще раз всем поздорову. Коллеги, душе. Меня зовут Владимир Покоревич. Я старший научный сотрудник. в лаборатории генететической фонги в медицине, факультет фундаментальной медицины, поскольку Борис Александрович уже сделал преамбул к цели проекта, я не пропущу это. Скажу, что модуль, который разрабатывался мной и коллегами с факультетом фундаментальной медицины, касается стратегии разработки инновационных биоподобных препаратов. В отношении данного термина, естественно, могут быть определенные комментарии или вопросы, но в первую очередь давайте тогда уже переключимся к тому, о чем, собственно, этот модуль. Это модуль, который призван закрыть, как было правильно сказано, кадровый голос, касающийся специалистов в отношении генных технологий и генетической технологии в медицине. Особенность разрабатываемой нами проблемы образовательной заключается в том, что правовое, прецедентное производственное поле в этих областях, в России, является таким достаточно тяжелым, потому как многие вопросы, касающиеся генных и генететических технологий, они еще нуждаются в корректировке, и в дополнительных правовых оценках. В мире более того, консенсус существует достаточно разрозненный в этом вопросе. Практика Соединенных Штатов, практика европейского медицинского агентства и практика, предположим, азиатских коллег в области генной технологии, они между собой различаются и обусловлены теми и этическими и исследовательными различиями, которые есть в этих юрисдикциях. Но модуль, который разрабатывался нами, направлен на подготовку специалистов, которые, владея теоретическими и прикладными знаниями в этих областях, способны увеличить исследовательский конкурентный потенциал в рамках программы Парма и это касается количество разработанных внедренных препаратов, и это касается уровня тех специалистов, которые могут быть привлечены к их разработке и к их испытаниям. Характеристики модуля – это управление подготовки, это уровень высшего образования специалисты, альбинаторы, адъюнты и аспираты. Общая трудоемкость модуля составляет 5 зачетных единиц, в которые входят 4 дисциплины, и существуют классические формы контроля – тестирование, письменные вопросы, устный опрос, обсуждение для семинара и итоговый контроль в форме экзайна – это некая формальная часть. Я не буду сейчас рассчитывать, конечно же, все цели и задачи модуля, скажу лишь, что ключевым в данной ситуации является внедрение в образовательную практику дисциплины, образовательный образ, который в России достаточно невелик. И поэтому основные задачи – это, конечно же, помимо общих представлений о логарифмах разработки и внедрения генных клетчатых препаратов, это также некие фундаментальные знания, знания касающиеся экспериментальных моделей, это знания о механизмах регуляции клеточного гемиостаза, без которых невозможно специалисту, независимо от исходного уровня подготовки, полноценно планировать исследования в этой области. И это представление о таких вперед сейчас активно в ведущих областях, как тканевая инженерия, клеточная терапия и некие комбинированные подходы. Ну, не будем сейчас строго касаться генемических часов и всего остального. В рамках дисциплины – клеточная технология, тканевая инженерия, инженерия, в рамках дисциплины – рецепция, метубеточная сигнализация, имеются зачетные единицы, которые включают в себя аудиторные занятия и практическую работу. Моделирование физиологических и патологических процессов имбитра и инвива, то есть та дисциплина, которая посвящена моделям для испытаний, в ней имеются также все три вида работы. И генная терапия и трансляционные исследования генетологических препаратов включают в себя аудиторные занятия. И ту форму образования, которую мы не отнесли в каждую из этих категорий, видят и называемую районную игру, которая сейчас приобретает большую популярность при обучении специалистов в образе инвестиционных исследований. Когда таковую практику, будучи сам по себе единожды проведенным, не дает полного представления о цикле разработки препаратов ввиду уникальности почти каждого из разрабатываемых препаратов для генетологической терапии. Об этом я расскажу позже. Технологии коневая инженерия включают в дисциплины разделы культивирование клеток человека, модификация клеток в культуре, производство препаратов, общий принцип доклинических испытаний, опыт применения препаратов существующей мировой и темы касающихся коневой инженерии. Каневая сигнализация, это более фундаментальный раздел, касается принципов передачи сигнала внутри клеток рецепторов и каневых каскадов. То, что касается моделей, это модельные системы для исследования генетологических процессов в целом, создание инвива, то есть моделей на животных и примеры модельных систем, которые могут быть использованы при исследованиях, при разработке или генетологических испытаниях. Генная терапия помимо фундаментального блока содержит информацию в векторных системах для генной терапии, подходы к редактированию генома, методы на основе РНК-интерференции, принципы трансляционных исследований и, вновь, скажем так, обзор прецедентов и успешных проектов, то есть практическое использование генной терапии. В отношении тех форм контроля, о которых я упоминал, помимо классической формы, как уже было сказано, в отношении дисциплин, касающихся генной и клеточной терапии, нами предложена и на основе имеющейся на работу форма ролевой игры, в которой преподаватель берет на себя роль некоего виртуального, федерального и национального регулятора. Слушатели при этом подразделяются на команды, которые относят себя, скажем так, к академической среде, к среде стартапа или венчурному фонду, и в дальнейшем во взаимодействии они должны в течение двух, так правило, дней, в рамках примерно 30 часов в учетном самостоятельной подготовке, отыграть заранее подготовленные роли, которые касаются идейной последовательности продвижения препарата в рамках любого жизненного цикла, начиная от фундаментальной разработки и заканчивая внедрением, причем, строго говоря, в классическом варианте такая игра может предусматривать сценарий как провалов, как и успехов с дальнейшим разбором причин, которые привели к этому исходу. Такая форма позволяет, пожалуй, наиболее полно заложить понимание принципов и тех основных проблем, которые возникают на пути инновационных препаратов, и в данном случае позволяет, кроме того, наиболее четко выявить среди слушателей тех, кто активно интересуется этими вопросами, и по окончании курса обладает, скажем так, наибольшей компетенцией в вопросах дизайна, разработки и внедрения этих препаратов. Если говорить про профессиональные компетенции, то к первому уровню относятся способность понимать биомедицинские основы, то есть фундаментальные биомедицинские основы разработки препаратов, способность статализировать существующий мировой опыт, для которого это невозможно, и разрабатывать препарат передовой терапии, исходя из существующих медицинских проблем. Второй уровень подразумевает способность анализировать востребованность, эффективность и безопасность этих препаратов, способность организовывать производство и планирование производства с учетом международных норм и проводить регистрацию и процесс внедрения в практику или в фазу испытания этих препаратов. На этом я довольно многое закончу, я готов ответить на Время подготовки? Это 15 засчетных единиц, получается, если мы возьмем сколько? Ну да, 660 с чем-то часов, получается. Здесь возможны корректировки, мы предполагаем еще, допустим, в рамках семинарских занятий и проведения свободного семинара в виде мини-симпозиума, когда мы будем сделаны доклады в зависимости от возникающих вопросов по тематике. То есть здесь есть некая гибкость, связанная с спецификой постоянно изменяющегося поля. А вот вопрос о регистрации, как Вы их на рамках курса размещаете? Что это? Как вы умеете технически? Что студентам, курсантам у вас? Или пытаются собрать регистрационные досье? Да. Речь идет именно об обзоре, во-первых, общей мировой практики при АНД, при АНД и вплоть до самого АНД внедрения препарата. И курсантам предлагается смоделировать некое виртуальное досье на препарат, исходя из тех данных, которые предложены, предположим, виртуальный профиль токсичности, эффективности подбора дозы и тех показаний, которые вы получили. Но Вы хотите их научить собирать все на сердце любому или только фармакологическому участию? Фармакологическому. То есть те ключевые вещи, без которых... Ну, фактически в клинике мы берем. Нет, можно ли ответить вопрос? Да. Но это просто на такой вещи. Сейчас есть опыт клинических испытаний для дебаты генетерапевтического, и сами, в общем, разрабатывают полностью все досье, и готовят протоколы сейчас уже второй фазы вместе с нашими партнерами, которые работают в клиниках. Поэтому мы планируем, конечно, строить пускники, поскольку мы уже набили много шишек, и сейчас, как Вы знаете, законодатель применяет те нормативы, которые будут применяться к таким для регистрации таких новых препаратов. Таким, они просто сильно поменяются, поэтому мы, конечно, планируем дать нашу пускниковую информацию во всех этапах. То есть от до клиники до планирования клинических исследований? То есть большие исследования, то подготовки информации для пациента и так далее. Но если про технологические документы, аналитические документы, фарма, обработки собственных документов и присутствуют здесь ВСП, и главное для выяснительной записки, получая нормативность. ВСП, ну вот такие вещи, которые мы работали с каждым производителем, под свою площадку, и здесь, конечно, мы можем только в общую очередь проехать ВСП. Ну, значение, что просто, скажем так, курсант понимал, что вот в Евдосии установлены список документов, там 26, по-моему, да, . Ну, это смотрел там как 9, да, что выделять, даже для клиника, может, включая на 50-х, 1,5, не было там, в зависимости от каждого исследования. Вот, но чтобы просто не видел всю эту труктуру документов. Да, в этом отношении, конечно, да, именно такая общая обзорная часть и понимание конкретного значения каждого документа, да, должно быть присутствием. Хорошо, спасибо большое. Больше вопросов нет? Спасибо. Добрый день. Меня зовут Роман. Решаем ИЗУ. Я попытаюсь вам рассказать сейчас про познавательный модуль, информатика, метод диагностики и новую подход для решения медицинских проблем. Достижение современной науки продемонстрировано, что многие заболевания, про которые раньше было принято, считали, что это некая единая такая сущность неделимая совершенно, состоят, на самом деле, из целого набора разгрозненных, мало между собой связанных молекулярных повышений, которые зачастую реагируют совершенно уникальным и предсказуемым фокусом на каждую конкретную терапию и более того ассоциированы с различными прогнозами по степени фатальности. Идеальным примером такой склад является рак груди, про который прекрасно известно, что он состоит из кучи разных форм. И каждая форма заболевания реагирует немножко разным образом на ту или иную терапию, и поэтому необходимы диагностические инструменты для назначения терапии, которые подходят для каждого конкретного пациента. Такой подход, наверное, известен как процедурная медицина. Не так давно произошла революция омик. Омик вообще достаточно много, и среди них встречается весьма экзотический, в частности цели омика, которая посвящена изучению народных комплектов. Но настоящих материально заверенных омик, а четыре, это геномика, транспектомика, омика и метабиомика. Верный модуль статистриум на первую, на геномике и транспектомике. Так вот, эта революция омика предоставила научным и врачебным сообществам достаточно инструментов, которые предоставляют большое количество данных для идентификации молекулярных биомаркеров в тканях и клетках, а также биологических жидкостях для пациентов. Эти данные связаны с появлением и разработкой высокопроизводительных методов секвенированного поколения или следующего поколения. Основным преимуществом этих высокопроизводительных методов перед традиционными, более сфокусированными подходами, основанными на высказываниях и проверке гипотез, является то, что они предоставляют огромные совершенно объемы абсолютно беспристрастной информации о том или ином фенотипе и заболевании. Но у этих огромных объемов информации есть и обратная сторона. связано с тем, что их даты каким-то образом анализировать. Причем анализировать желательно рационально и осмысленным способом. И именно на биоинформатических и статистических составляющих уже существующих на данный момент инструментов для анализа этих данных и сконцентрирован настоящий норм. Он состоит из трех дисциплин, посвященных статистике обработки, сконцентрирования, анализов перспективного и административного замена. Первая дисциплина связана с статистикой. Как в работе любой новой высокопроизводительной технологии приходят проблемы, связанные с анализами ее данных. И как право они касаются обработки сигналов, поиску сигналов среди шума, а также поиску средних значений среди параллельных экспериментов. И первые три темы разделов посвящены введению в язык и окружение для статистической обработки на наборах данных, а также основным подходом к анализу данных. Дальше уже будут следовать более специфические темы, связанные с обработкой, нормализацией и анализом данных экстраксигентов, полученных с помощью секвенирования следующего поколения. Следующая дисциплина посвящена такому вопросу. Дело в том, что генетическая информация, получаемая в результате секвенирования человеческого генома, распрыла целую золотую жилу для фронтогенетического поиска и его маркер. На текущий момент известно порядка 5,5 миллионов аннуклиативных замен, которые подтверждены, а не подтвержденных их гораздо больше. Причем по нему архивизму не стоит, наверное, рассказывать в настоящей аудитории, но в целом понятно, что аннуклиативные замены связаны с адмирационным поведением белковых продуктов, и конечным образом так или иначе они могут быть связаны даже с генетическими раками и прочими отладами заболеваний. Собственно, изучение этого вопроса и поиск обработки таких аннуклиативных сигналов и посвящена данная дисциплина модуль. Она также разбита на обводную часть, дальше практическая часть, которая будет позволять служителям научиться работать с инструментами, и дальше целый раздел будет посвящен геномике рака и орфамом заболевания, а также выявления сопутствующих им значимых мутаций. Третья дисциплина посвящена анализа транскриптов. Дело в том, что почти все человеческие клетки несут в себе набор генов, которые являются инструкциями по воспроизводству себе подобных и протяжении их жизнеспособности. Для того, чтобы эти инструкции воплощались в жизнь, нужно эти гены подсчитать каким-то образом, то есть транскрипты. Такие считывания называются транскриптами, а весь вся коллекция этих считываний в детке называется транскриптовым. И дело в том, что из анализа транскриптового можно сказать, когда их детку часто пользовали иных ген. И вообще сам посвященный транскриптов является характерной подписью для тех или иных типов клеток или тканей. И по профилю экспрессии генов можно отличить здоровую клетку от больных генов. Эта дисциплина посвящена обработке данных транскриптового сиквелирования следующего поколения с помощью геноватоматических средств анализа. Как и предыдущий блокер разбит на три части. Первая – это сборная часть. Дальше, опять же, практическая, которая обучает слушателя основные приемы работы по сборке транскриптомов и анализу исходных считываний. После чего следует две уже специфических темы, посвященных анализе диффициальной экспрессии и детализации малоподкодирующих ЛНК. Так, как правило, связанных именно с нарушениями по физиологии метаболизма клеток и тканей. По завершению образовательного курса слушатели смогут свободно ориентироваться на методологии и терминологии методов сиквелирования нового поколения, смогут самостоятельно отрабатывать результат этих методик, а также самостоятельно ставить собственный эксперимент. И полученные в результате модуля науки позволят специалистам анализировать все геномы и трансприптомы на пациента для диагностики заболеваний и подбора оптимальной терапии. Спасибо за внимание. Города отвезут на ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, отчимователи, которые в своей главной программе рассматривают особенности структурных и различных экологических факторов, которые способствуют технологиям анализации, известным институтам и техническим и так далее. Здесь, конечно же, главная проблема во всех этих модулях, мне кажется, это вовремя остановиться. Потому что действительно много что можно сделать и множество способов. И мне кажется, что можно действительно расширить эту и как конкретно последнюю дисциплину, поскольку мы пытаемся сделать максимально наконечной. Потому что анализ с трансприптомом – это тема достаточно не то чтобы новая, но более сложная, чем те, которые были перед нами с геномом, менее изучены. Я думаю, что здесь будут появляться постоянно какие-то новые данные, новые подходы. И, пускай у вас, очень даже возможно, что она будет устаревать гораздо быстрее, чем те, которые будут, то есть остальные дисциплины данного модуля. Поэтому, возможно, стоит как раз ограничиться каким-то оптимальным набором сведений, которые навряд ли устареют в ближайшем будущем, и их не нужно будет корректировать. Если вопросов нет, давайте перейдем к последнему условию. Вокладно. 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 Я хотел бы представить еще один модуль, который называется «Разработка лекарственных препаратов, поиск волекулярных решений и компьютерных дизайнов». Модуль направлен на подготовку специалистов, владеющих теоретическими знаниями и практическими навыками по поиску, выбору конкретных решений и использованию этого решения для дизайна нового лекарственного препарата. Предполагается, что специалисты, которые владеют этим курсом, будут владеть комплексом компьютерных методов, информатики, системной диалогии, молекулярного моделирования для осуществления действий до цепочки от выбора конкретных молекулярных решений, например, ключевого фермента лекарственного бактерий до предложения конкретной структуры низкомолекулярного соединения, которое можно исследовать и использовать в качестве лекарственного препарата. Также планируется, что специалисты, которые будут подготовлены в результате, будут способны критически оценить результаты экспериментальных исследований, спланировать и критически оценить результаты экспериментальных исследований тех препаратов, которые они предложат на основании компьютерных исследований. Модуль составляет 15 зачетных единиц, включая в себя как лекции, семинары, практические занятия, так и естественно самостоятельную работу, предполагает форму контроля в виде текущего контроля на лекциях и семинарах, выступления, зачета и итоговых занятий. Включаются три основных десантки. Первая десантки на этом месте лекарственных препаратов. Какие вопросы, вкратце, белковосвещения здесь. Во-первых, что такое молекулярные мишени? Есть, как иначе, ферменты метаболизма бактерий, есть белки герусного капсина, есть белки регуляторных каскадов пчеловека. Есть мишени необилкового культура. Поиск мишеней, выбор мишеней. Методы системной биологии, анализ метаболомных, конспекторных сетей, методы биоинформатики и молекулярного моделирования для выбора мишеней, которые, скажем, бактерий, которые в наибольшей степени отличаются от геологично-большого человека. Дальше, третья составная часть – это характеристика молекулярных мишеней. Если, скажем, раньше общая тенденция заключалась в том, чтобы создавать лекарства, специфичные к активным центрам белка, то сейчас все более актуальным становятся подходы, которые анализируют вторичные эластерические центры и создают ингибиторы, вторичные центры. То есть характеристика мишени, анализ ее скульптуры, функции и центры связаны. Мы дойдем после этого, это дисциплина 6 единиц. Вторая дисциплина – это компьютерный дизайн лекарственных типов 6 единиц. Подразумевает освещение спектра вопросов после выбора мишеней, использование информации о структуре и функции комплекта мишеней, для конкретного дизайна. То есть методы построения моделей, полнотовных моделей молекулярных решений, методы создания библиотек в компьютерном соединении, стратегии скрининга, стратегии отбора наиболее перспективных соединений в пользу данного скрининга. Анализ, скажем, токсичности с использованием компьютерных методов, а также в конечном итоге после экспериментального исследования выбора конкретных компонентов библиотек для создания повторных библиотек и повторного скрининга. Далее, третья дисциплина – это лекарственные соединения, получение структуры и механизм действия трудоемов и зачетных единиц. Подразумевает освещение вопросов, связанных с тем, какие сейчас известны лекарственные препараты, какая структура, какой механизм действия, как экспериментально изучается действие лекарственных препаратов, и какие есть типичные ошибки, которые допускаются при экспериментальном исследовании. Допустим, самое простое, когда проводят график по трёх точках и так далее. Если пропустить такую формальную часть, которая подробно описана в документах, то просто рассказать какие-то небольшие конкретные элементы, которые мы считаем важными. Скажем, конкретный фермент, конкретные мишени, бактериальные ротополинразы, являются важными фарматологическими мишенями. Содерживают, как мы видим, выделены с этими участками, несколько сотен потенциальных сайтов связанных. Слушатели аэрокурсов хотят потенциально способны выбрать конкретно этот бюрок из всего возможного спектра бюроков. И конкретные связаны из этих 180 для того, чтобы выполнить дизайн потенциального нового лекарственного препарата. Что нам кажется важно понимать в этой связи? Что мишень, а мишень, как правило, называется белковая мишень. Это не просто какой-то белок, который существует сам по себе. В большинстве случаев речь идёт по суперсеместрии белков. То есть по наборе родственных белков в разных организмах. В бактериях и в человеках. Если раньше считалось, что в качестве мишени нужно выбирать белок, который есть в бактерии, которого нет в человеке, то NK-полимераза, а рифомпицин – это ключевой антибиотик для лечения хондрукулеза. Как раз является фондр, примерно, на тот белок, который есть как и у бактерий, так и у человека. Естественно, в общем-то, его в организме функциональный робот. Поэтому бессмысленно ограничивать себя только какими-то узкими белками бактерий. Нужно рассматривать семейство, суперсемейство белков вместе, которые включают белки с самой разной функцией, могут довольно сильно отличаться формами кислот при последовательности и даже поступке, но при этом иметь достаточные черты структурной организации и функциональной организации, чтобы предположить их общее происхождение эволюции. Будут освещены методы сравнения различных белков в этом суперсемействе. Если эволюционно далекие белки необходимо сравнивать в структуре, и, как мы видим, эти решения могут очень сильно отличаться, то близкие гаммолки могут сравнивать к аминогислотной последовательности, для того чтобы в конечном уровне строить большие структурно-опоследовательные выравнанные суперсемейства, которые будут включать белки, бактерии, животные и человека. Если мы говорим о вязании лекарств против бактериальных продуктов. Дальше нужно анализировать эти выравнения с помощью различных методов, в том числе методов биоинформатики, которые будут подразумевать характеристики общей черты организации. Скажем, если мы видим аминогислотную последовательность, то мы видим, что в каких-то участках организация общая между белками бактерии, животными и человека. Но также можно говорить о различиях организации. Скажем, если это белки бактерий, а это белки животных и человека, то используя методами биоинформатики, мы можем определять различия в аминогислотной последовательности и структуре этих белков. Есть различные алгоритмы для информатического анализа, как зарубежных, так и отечественных. Я сейчас это пропущу. Если у кого-то есть вопросы, я могу ответить. Также эта информация может быть использована для характеристики конкретных сайтов, связанных с решением. Сайтов, связанных, потенциальных лекарственных препаратов, которые будут отличаться между, скажем, бактериями и животными и человека. И дальнейший выбор вот этих сайтов, связанных, будет очень важен для того, чтобы создавать лекарство специфичное к белкам конкретных организмов. Ну и, скажем, эту часть можно использовать для характеристики конкретных решений, а для выбора конкретных решений можно использовать подобный анализ в рамках геном бактериального организма для того, чтобы выбрать такие белки и такие сайты, которые будут в наибольшей степени различны между патогеном и организмом человека. Это несколько кратких комментариев по поводу того, на что мы конкретно собираемся обратить внимание. Если есть какие-то вопросы, я готов к ним. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. 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 Спасибо.